Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по Breaking News». Экономические комментарии к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Давайте начнем с краткого обзора. Как можно оценить экономические потери Российской Федерации в количественном и качественном составе за 19 дней с 24 февраля? По самым скромным подсчетам надо, первое, признать, что так называемый фонд, фондовый рынок перестал существовать российский как класс. Он всегда был какой-то некой такой пристежкой к глобальному фондовому рынку Российской Федерации. Напоминаю, что наши сограждане зачастую очень ошибочно считают, что фондовый рынок для каких-то биржевых спекулянтов и людей, которые, не знаю, интересуются заработком каким-то. Нет, фондовый рынок – это продажа будущих доходностей тех или иных компаний. Поэтому, если вы даже не интересуетесь фондовым рынком, как-нибудь посмотрите на биржевые индексы, например, наших же компаний за рубежом и посмотрите, сколько стоит сейчас, например, тот же наш Сбербанк. Он упал до одной сотой. Нет, до одной сотой уже упал цента, если недавно его обсуждали об один цент, потом десятую центу, сейчас он одна сотая цента. Не знаю, я уже там последние несколько дней уже перестал следить. Слабо себе даже представляю, стоит ли вообще наши компании в глазах мировых инвесторов хоть сколь-нибудь. Это во первых строках. Во вторых строках мы с вами, когда пишем этот выпуск, обсуждается такая штука, как дефолт. И я во многих своих выпусках говорю, что власти в 1998 году сделали очень важный вывод. Они перестали брать деньги от государства, а берут от пустышечных печати под названием корпорации. Так вот, в среду у нас должна быть выплата двух траншей. Три миллиарда и полтора миллиарда. Поскольку деньги-то у нас есть, но расплатиться мы ими не можем, то мы, допустим, с вами какой-то уже государственный долг. И мы, допустим, технический дефолт по выплату. Это, конечно, приведет к легкому, в данном случае уже, поскольку мы с вами просадили доллары и все валюты, вернее рубль по отношению к этим валютам просадили минимум уже в два раза, то поэтому уже просад, который будет в среду-четверг, он будет не столь значительный. Это во вторых строках. Сейчас абсолютно все сталкиваются с тем, что вы, как граждане, скорее всего, видите то, что происходит сужение ассортимента и рост цен. Это в первую очередь, конечно, там крупы и сахар. Я могу сразу сказать, что сейчас пока еще ничего не начиналось, никаких санкций не введено, никаких товаропроводящих цепочек крупно не разорвалось. Все еще пока есть какие-то старые запасы. И где-то по числу 10-20, скорее всего, галлопирующего такого обвала не будет. Ну, скажем так, я сразу начинаю оговариваться, потому что, как вы помните, у меня есть одна большая ошибка, но не то чтобы ошибка, я слишком хорошо отношусь к власти. Нет, это не означает, что я ее люблю. Это означает, что я всегда в их глазах ищу некую разумность, даже хотя бы по отношению к себе. Нет, не по отношению к нам, к серым и убогим, а именно к себе. Что их задача, например, прессуя народ, прессуя предпринимателей, прессуя вообще всю мировую общественность, продолжать долгие-долгие годы. Но вот как показала спецоперация 24 числа, оказывается, что вместо того, чтобы пришипившись, надеясь на ось, как пелось в песне Высоцкого, сидеть и ждать, наш вечно зеленый, в общем, засунул голову в гильотину и еще дернул за веревочку, еще и лапки расставил. Вот, поэтому здесь, конечно, рассчитывать, что мой прогноз будет именно с 10 по 20, я уже оговариваюсь, потому что у меня такое ощущение, что они прямо хотят себе свернуть шею. Я этого не исключаю. Проблема в том, что, конечно, сворачивают шею в основном вместе с нами, и в первую очередь это нам. Поэтому вот к галлопирующему быстрому очень быстрое сжатие и быстрый подъем цены. И, соответственно, параллельная массовая безработица. Она будет скрыта, как я уже говорил, то бишь она будет нигде не обозначаться. По поводу отсутствия золотовалютных запасов, наверное, уже не только ленивый не говорил об этом. Мы уже тоже в нашей программе упоминали, что если готовилась какая-то суперспецоперация, то было бы неплохо до этой спецоперации. Но если, конечно, участники ее были в курсе, а у меня есть абсолютная уверенность уже, которую я транслирую прямо вам, что кроме единственного человека об этой суперспецоперации не знал никто. и очень хотелось войти в аналог, но вот сейчас мы в историю не вошли, а вляпались. Поэтому на сегодняшний день, в общем, золотовалютные запасы. У нас есть порядка, может быть, 300, потому что, как вы видели, и даже данные об этом засекретились. Почему наблюдаете в среду, какая будет именно публичная риторика? Я вам сразу могу сказать, что надо регулярно посматривать, что же несут пропагандисты. Скорее всего будет риторика, что мы допустили дефолт не потому, что у нас там нет денег или еще у нас какие-то проблемы с менеджментом, а потому что нам иностранцы не дают возможность заплатить. А деньги типа у нас есть, выдержитесь. Поэтому вот эти потери я бы оценил как в несколько сот триллионов рублей. Ой, и долларов уже, извините. Каких же рублей-то? С рублями уже сложно понять. Будет ли девальвация? Я думаю, что пока нет, потому что в этом нет никакой необходимости. Будет ли дефолт развиваться по галлопирующему сценарию, как это было в 98-м году? Нет, потому что тоже, если это дефолт и будет, то это будет корпоративный дефолт, когда компании крупные, которые наше все, будут объявлять, что они технически не могут расплатиться с теми или иными покупателями. Ну и здесь, конечно, должен подсуетиться, нарисоваться Китай, который должен войти в переговоры, войти, соответственно, в капитал этих компаний, в советы директоров этих компаний. И, безусловно, за то, что там зарубли, за юань еще с нашей доплатой, он должен прибрать к рукам, поскольку у нас мы все время из огня до полами бросаемся, мы все время хотим в обязательном порядке кому-то прислониться. Но вот я могу сказать, что помощник Китая, он стоит за нашей спиной и машет нашу пятую точку серьезным вазелином. Поэтому, в общем, через очень короткий промежуток времени, как это диктат ЕС и Соединенных Штатов, вы будете вспоминать с, ну, я мягко скажу, с ноткой ностальгии. Потому что то, как китайцы работают с китайцами, я могу сказать вам, вы не позавидуете, и живые позавидуют мертвым. Дефолт мы сегодня обсудим еще в последней новости. Ну, а пока в ночь на понедельник 14 марта, на который мы записываем этот выпуск, Роскомнадзор начал блокировку Инстаграма на территории Российской Федерации, мотивируя это с заботой о психологическом здоровье россиян. Ранее, напомним, Роскомнадзор уже заблокировал Facebook и Twitter. Видеохостинг YouTube, на котором вы сейчас смотрите это видео, полностью отключил монетизацию для пользователей из России, ну, а также заблокировал под сурдинку каналы всех государственных пропагандистских СМИ по всему миру. Не исключено, что блокировка YouTube, то есть физическая невозможность его пользования, может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора по разблокировке ряда каналов, видимо, этих пропагандистских СМИ. Дмитрий, учитывая, что Инстаграм и YouTube в России стали не только альтернативным источником информации, но и местом для заработка для миллионов россиян, каковы будут экономические последствия ограничения работы этих социальных сетей в Российской Федерации? Ну, конечно, начнем с бизнеса. Значит, очень много кто начал заниматься бизнесом в Инсте, зарабатывает на YouTube-каналах. Есть такие, я вижу, блогеры, которые раньше очень гордо говорили, что вот мы ведем YouTube-канал не для заработка, а вот для души. Я вот снимаю там ролики и все остальное. Очень быстро скуксились, начали сворачивать программы, потому что большая часть из них, в общем-то, писала ролики не из основной какой-то своей деятельности, а именно вот так это было. Ролики именно для YouTube и никак иначе. То же самое с Инстаграмом и со всеми остальными. Что я могу вам сказать? Я могу только произнести три буквы. VPN. Я удивлен, что люди в 21 веке, в общем, как-то сильно напрягались на так называемую блокировку. Я, честно говоря, как человек, пользующийся VPN-ом, ну, по самым скромным подсчетам, наверное, лет так 7, а то, может быть, и 10, для меня ничего не поменялось. Поэтому я ни из каких социальных сетей, до тех пор, пока они, конечно, не будут признаны экстремистскими, и наличие аккаунта там будет являться уголовным преступлением, не ухожу. Все социальные сети я поддерживаю. У меня какое-то немереное количество регистраций ВКонтакте. Я могу вам сказать, дорогие мои подписчики, я плохой блогер в этом смысле. Я не ухожу ни из Инстаграма, ни из Фейсбука, ни из Линкедина. В общем, Линкедин я меньше, как говорится, веду, просто забывая об этом. В общем, не из Инсты. Вот если у меня где-то будет какая-то там текстовка, почему мне там плохо ведут в то же самое Телеграм или Инсту. В Инсте мало текста. То же самое в Твиттере, потому что в основном, когда я разрождаюсь текстами, тексты получаются такие длинные, и для этого хорошо подходят ВКонтакте и Фейсбук, и поэтому я буду их поддерживать по-прежнему. А для Инсты, ну, в общем, надо обрезать текст, и это, в общем, для меня некомфортно. ЖЖ я не поддерживаю, ну, несмотря на то, что он у меня есть, я туда тоже размещаю тот же самый материал, но как-то он мертвоват, как бы у меня, в общем, он не зашел. Я тоже самое размещаю информацию в Одноклассниках, можно на всех этих ресурсах подписаться, найти, но тоже как-то вот аудитория неактивна, поэтому для меня, например, Фейсбук и ВКонтакте это такие две основные топовые сети. Тут интересно то, что все государственные органы начали тут же дрейфовать в Телеграм. Знаете, в чем, знаете, вот история повторяется как фарс. Напомню, Роскомнадзор очень долго боролся с Телеграмом и очень долго был блокирован. Я вам открою большую тайну. Дорогие чиновники, ваши аккаунты, Паша Дуров, подождав, пока вы там разродитесь и наберете количество, грохнет. Просто физически грохнет. Он не будет ни в коей мере это все терпеть. Поэтому оставайтесь в тех же социальных сетях, просто помните о трех буквах, которые позволяют вам смотреть все, что вы хотите с той локации, которую вы назначите в VPN. VPN-ов много, платных, бесплатных. Я не буду там, как говорится, нам не платят за рекламу, но у меня, по крайней мере, могу сказать, даже на одном устройстве стоит, как правило, несколько операторов VPN. Да-да, то есть я выбираю, я люблю альтернативу и всегда смотрю, кто из этих операторов программного обеспечения работает лучше. Так что все в ваших руках. Президент США Джо Байден запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. На долю США приходится менее 10% российского экспорта энергоносителей. Великобритания объявила, что до конца 2022 года откажется от импорта энергоносителей из России. Власти Австралии тоже решили ввести запрет на импорт нефти и газа из России. Дмитрий, можно ли сказать, что политическое начало нефтяному эмбарго России уже положено и каковы будут его прямые, а также косвенные последствия для экономики России в ближайшие годы? Ну, здесь абсолютно Женя правильно заметил, что, в общем-то, отказ самой Америки не очень важен с точки зрения как раз экономики. Это действительно не очень большой объем. Но единовременный отказ и в Великобритании, и в Соединенных Штатах дает, как это говорят, важный импульс или важный сигнал. Потому что есть там порядка 5-6 государств, которые зависят от наших углеводородов достаточно сильно. В том числе, кстати, и Германии. И поэтому для того, чтобы им перестроить свою энергетику, ну, по моим оценкам, это будет ядерное на ядерное, как говорится, крыло с частью какой-то там зеленой энергетики, ну, напомню, они сами, в общем-то, выстрелили себе в ногу, когда отказывались от ядерной энергетики ранее, а сейчас они признали ядерную энергетику зеленой, то для этого нужно хотя бы там пару-тройку лет. Вот. Это достаточно большой срок, поскольку у меня нет никакого там, ни малейшего предположения, что эскалация конфликта на сопредельной территории будет, извините, остановлена, и вооруженные силы отойдут на установленное им расстояние к своим собственным границам, будем говорить так. Вот. У меня даже сомнений на этот счет нет. Мне главное, чтобы хотя бы не применялось, не разрушили АЭС и не химию какую-нибудь не траванули, потому что, конечно, это будет убийство не только мирных граждан, бесчеловечное, оно и так бесчеловечное, но и самое главное, конечно, это полностью загрязненная территория, в том числе и нашей страны. Вот. Здесь, поэтому то, что я вижу и понимаю из вот этих посылов, я рассчитываю, что все-таки, ну, рассчитывать на разум то, что он возобладает, конечно, бессмысленно, но я думаю, что произойдет естественное окончание этого процесса просто в результате истощения сил, скажем так. А остальное, как говорится, покажет время. Морган Стэнли, американское агентство, считает, что Россия уже в ближайшие месяцы рискует потерять платежеспособность перед иностранными кредиторами. По прогнозам их аналитиков, дефолт России может наступить уже 15 апреля и будет похож на дефолт в Венесуэле. Напомним, что ранее Путин уже разрешил выплачивать долги иностранным компаниям из списка недружественных стран в российских рублях, а Центробанк ввел ограничения на снятие и покупку наличной иностранной валюты для россиян. И оба эти события уже де-факто являются признаками дефолта, и показывают, что с валютой у режима большие проблемы, и на фоне запрета на импорт из России всего, что она еще способна производить, Россия стремительно возвращается во времена Советского Союза, когда иностранная валюта была на вес золота, поскольку от нее зависел импорт всего того, что СССР не производил, ну а за ее хранение и обмен на рубли были уголовные статьи, а официальный курс и курс на черного рынка отличались в разы. Дмитрий, будет ли в России дефолт 22-го года, и почему после него не будет относительно быстрого восстановления экономики, как это было после дефолта 98-го года? Ну, я оцениваю, что корпоративный дефолт весьма вероятен. Я говорил ранее о том, что как раз в промежутке 10-е-20-е я вижу как раз такую обвальную историю. Корпоративный дефолт начнется, как я уже сказал, в среду, потому что, понятно, никому резаная бумага не нужна. И здесь очень важный вопрос за одолжение. Дело в том, что поскольку дефолт 98-го года я наблюдал в статусе генерального директора завода, я могу сказать, почему мы легко отскочили. Отскочили мы по одной простой причине, был открытый рынок. И мы с Евгением, и я это не устаю повторять и обращать внимание как российских, так и западных аналитиков, что вот этот вопрос государства, а ты вообще кто? Вообще, что это за приблуда под названием государство, которое не в состоянии уберечь своих людей сначала долго сокращает медицинское там вспомоществование, а потом, попросту говоря, устраивает им локдаун. Могу только поздравить, что у нас с завтрашнего дня намордники снимают в российской столице. То сейчас в очередной раз вот эта антивоенная коалиция из частных компаний, которым приказать невозможно, это в нашей картине мира русскоязычных граждан можно вызвать главу какого-нибудь крупного холдинга и сказать, что ты там работаешь или не работаешь в другой стране. Я могу сказать, за рубежом такие финты ушами не проходят, потому что глава холдинга и его люди – это избиратели. Многие думают, что это какая-то там фигура речи, и все, вы врете. Так вот, был у меня товарищ, господин Трифилов, если кто забыл, это была такая сеть Паттерсон. Вот мы обсуждали с ним неоднократно, что, например, к владельцу Реви министр, министр экономики и сам канцлер приезжает в кабинет спрашивать о том, какие у них планы. Ну, вот так вот построена логика, причем он приезжает там не с кортежем, не с охраной, а именно физически, что называется, чайку попить. Поэтому быстрого отскока не будет. Быстро компании не будут снимать все ограничения. Плюс ко всему, поскольку у нас полно сейчас отмороженных людей, которые орут и говорят о том, что надо национализировать, то бишь нарушить право собственности у частных компаний и отобрать у них имущество просто потому, что они решили закрыть компанию, я хочу вам всем напомнить, этим умороженным головам. И они мотивируют, ну вот же у нас отобрали золотовалютный запас. Золотовалютные запасы – это действия государственного предприятия, то есть государственные машины против государственной машины. А мы здесь государственные машины наступаем на частные интересы. Поэтому если мы решили, как говорится, поиграть в гоп-стоп, то не следует ожидать, что кто-то нам продаст технологии для импортозамещения. Тем более кто-то будет инвестировать, потому что гоп-стоп по отношению к другим, все остальные компании будут воспринимать гоп-стоп по отношению к себе. Поэтому дефолт корпоративный, я считаю, крайне вероятный. Дефолт государства, считаю, что, скорее всего, нет, чем да. А это все-таки разные вещи. Расплата резаной бумагой – ну, все это туфта и грязные инсинуации за свои долги. Все равно всем придется платить в долларе или в евро, но, скорее всего, в долларе. Просто курс будет для нашей расплаты еще менее привлекательный, чем есть на сегодняшний день на бирже. Дмитрий, ну и в завершении несколько практических жизненных вопросов, которые волнуют наших зрителей, судя по комментариям. Как спасти свои сбережения россиян в этих условиях, когда доллары наличными уже не купить? Комиссия на покупку на бирже 12%. И вообще, стоит ли уезжать из страны, как это уже сделал, по некоторым данным, полтора миллиона россиян за эти три недели, ну и начинать жизнь с нуля за границей? Ну, отвечу по частям. Первые доллары, конечно, и евро купить можно. Это черный рынок. В основном это рынок, что называется, с рук. Он уже образовался, поэтому ваши накопления, там небольшие накопления, это сделать, это позволительно, это возможно сделать. Я тут столкнулся, знаете, с забавной ситуацией разницы поколений. Я своим строителям передал евро и говорю, поменяйте их по выгодному курсу. А поскольку люди молодые, то они поперлись просто тупо в обменник. Причем не то, чтобы как-то там, ну, хоть как-то посмотрели курс. Они вот поперлись, что называется, в ближайшие. И пришлось, что называется, их за ручку брать, находить в обменнике, что называется, барыгу, который им поменял по куда более выгодному курсу, чем в самом же обменнике и был. То есть это все произошло рядом. Поэтому валюта, если у вас есть какие-то сбережения, берите любую, как говорится, это называлось при советской власти географию. И вот эту всю географию, пожалуйста, меняйте и получайте себе что-то свободное и конвертируемую валюту. СКВ как называется. Это первая часть, марлезонская валюта. Вторая часть, она куда более тяжелая и более сложная. Я среди моих знакомых тоже достаточное количество людей, которые взяли, по сути дела, чемодан. Я там чемодан с приличным количеством наличных. Ну, как с приличным? Это приличным для какого-то разового, как говорится, отъезда. Но совершенно неприличным для того, чтобы обустроиться в стране. Честно могу сказать, и многие это знают, что 22-го числа я был в Праге. И 24-го я должен был вылетать. И я не вылетел из Праги 24-го. И я размышлял, возвращаться ли в Россию. Скажу вам честно. Я вернулся по итогу в 25-го. У меня было много размышлений, при том, что у меня есть источник дохода там, и, соответственно, есть с чем работать. Это во первых строках. Что я вам могу сказать? Поскольку про эмиграцию я там или отъезд думаю, ну, частенько думаю. Первое, вы должны понимать, что вы будете там делать. Физически делать. Какую работу вы будете выполнять. Второе, вы должны понимать свой социальный статус. Просто если вас устраивает переехать и работать, условно говоря, не знаю, на мойке или здесь держать какое-то маленькое кафе с очень небольшим доходом, который будет позволять вам, ну, грубо говоря, прокормить чуть-чуть семью, так вот на полшишечки, там в полудохлом состоянии, если вас это устраивает, такая пенсионерская история, то да, окей, можно ехать, поскольку как бы политические риски, они минимизируются. Но сразу хочу вам напомнить, особенно те, кто у нас с российским паспортом. Сегодня, сейчас вы все-таки, в отличие от граждан с украинским паспортом, будете, ну, куда более находиться в невыигрышном состоянии, потому что вам придется, ну, помимо того, что вы эмигрировали с страны, которую будут все считать агрессором, к вам будут изначально предъявляться именно требованиями такого характера, да, и доказывать, что вы, например, там сопротивлялись кровавому режиму, будет очень-очень непросто. Поэтому этот аспект нужно иметь в виду. При этом там достаточно толерантное общество. В общем, истерии, там прям вот такой жестокой русофобии, по моим оценкам, все-таки нет. Да, существуют локальные вспышки, безусловно, существуют. Они были, есть и будут. Подчеркиваю, например, та же вот Чехия, о которой я частенько говорю, каждый год, ну, вот Словак выгоняет танк в памяти 68-му годе. Напомню, что, в общем, если вы посмотрите, то в истории советских времен, в общем, нет такого практически десятилетия, где мы не подавляли то или иное местное восстание в рамках полицейских операций. Поэтому, поверьте, вы можете наткнуться и в Польше, и в Венгрии, и в Чехии на людей, которые плохо воспринимают русский язык. Это надо учитывать и не протаскивать, на мой взгляд, не протаскивать через себя. Я вообще, ну, сразу рекомендую всем, это относится гражданам, которые просто даже вступают в дискуссию, помните, что военную операцию развязывали не вы. Это не ваш выбор был вот это сделать. Да, вы многие делаете даже куда больше, чем я, для того, чтобы все закончилось не просто миром, а чтобы все закончилось с минимальными потерями. Но при этом, при всем, да, будут всплески такой русофобии, к этому надо относиться. Ну, я, по крайней мере, отношусь как бы с... Не то чтобы с пониманием, мне не... Я сразу могу сказать, мне это очень неприятно, но люди работают не с паспортом, они работают как вы с ними, как вы им относитесь. Вы можете быть любой национальности, не быкуйте, что называется, вот если такой простой человеческий совет. А релокация штука не простая, но в первую очередь у вас должен быть контракт. Если у вас есть контракт на чтение лекции, вы айтишник, понимаете, куда вы едете, у вас есть возможность обеспечить свою семью, ну, да, welcome. Ну, вот, не знаю, когда у меня будет контракт, не знаю, там в Соединенных Штатах на 5-10 тысяч долларов или там в Европе на какой-нибудь там 3-5 тысяч долларов, я тогда буду там евро. Я буду чего-то об этом думать, именно как, не знаю, лекции читать или еще что-то. А если организовывать бизнес, ну, это штука непростая, потому что ты в это погружаешься, и ты основное ключевое деклассируешься. Поэтому я, в общем-то, ни в одной стране мира не остаюсь именно по причине того, что, ну, ты становишься таким маленьким бюргером. Это неплохо для, как это, для заработка, но я еще пока стараюсь что-то сделать для своей страны и вообще в целом для мира, для мира во всем мире. Поэтому вот мой тест, вот такой вам совет. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по breaking news». Мы выходим на канал Дмитрия вот уже скоро 5 лет как. Ставьте лайк, пишите комментарии, мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну, а если вы хотите глубже понимать, по каким законам работает экономика и кова реальная цена того, что мы ошибочно называем государством, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также нашего коллеги-экономиста Павла Усанова. В феврале стартовал третий поток онлайн-курса Павла под названием «Мифы в государстве». Он идет прямо сейчас. Записаться еще можно. Подробности на его YouTube-канале, ссылка на анонс в описании. Ну, а если вы хотите приобщиться к миру криптовалют, которые сейчас переживают настоящий триумф, то подписывайтесь и на мой YouTube-канал, ссылка тоже в описании. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!